Несмотря на то, что по ночам еще стабильно минусовая температура, днем природа начинает потихоньку просыпаться. Например, почки рододендрона уже набухли и готовы к цветению. А в оранжерее ботанического сада воздух всегда прогрет минимум до 18 градусов. Бутоны распускаются вне зависимости от времени года. Правда, некоторые растения все же чувствуют, что зима уходит. Для них более важным является не повышение температуры, а увеличение светового дня. Они реагируют на длину светового дня. И когда день увеличивается начинает, то начинается период активного роста. Сейчас цветут камели, антуриумы, более 70 сортов орхидей. И впервые здесь можно увидеть цветы азалии серебристой. В народе ее называют мимозой. В естественной среде на открытом воздухе она растет разве что на Кавказе и в Крыму. Ветка акации у нас привита на карагану, которая растет медленно. И вот здесь вот место прививочки. И мы получили такую цветущую большую ветку. Это наша первая мимоза в оранжерее. И, конечно, какая весна без тюльпанов. В ботаническом саду их выращивают более 15 лет. Луковицы заказывают из Голландии, а доводят до цветения уже на месте. По словам инженеров, процедура нехлопотливая, однако для каждого сорта необходим свой подход и период охлаждения. Вот если вы купили хорошую крупную луковицу тюльпана в магазине, ее можно в конце сентября положить в холодильник, где температура градусов 4-5. Выдержать при такой температуре до середины конца января. В конце января их посадить в горшочек. И они у вас через 2,5-3 недели, в зависимости от температуры в квартире, они у вас зацветут. Всего в оранжерее ботанического сада собрано более тысячи видов растений с пяти континентов. Сейчас они растут в условиях, приближенных к субтропическому климату, где внезапных перепадов температуры воздуха не бывает. Тем не менее, в январе здесь мало что цветет. Большинство растений находятся в периоде покоя. А вот в марте начинается новая жизнь. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.